Так, ну что ж, в этот торжественный радостный зимний день мы продолжаем говорить про аллокаторы. И мы закончили на разговоре про аллокатор трейдс. Вот. Кажется, это было все вот в этом файле. Да, вот я начал говорить про то, что есть такой довольно странный класс аллокатор трейдс. Но для вас он уже не в новинку, потому что до этого у нас были итератор трейдс, а еще будут чарт трейдс, еще были тайп трейдс. Ну, в общем, понятно. Ну вот, это класс, в котором содержатся всякие метафункции, а также статические функции, чтобы доделывать за аллокатор то, что ему было лень делать самому. Вот, например, констракт и дестрой. Ну, основное, что в аллокатор трейдс есть, это вот констракт дестрой, чтобы аллокатору самому их не реализовывать. И ребайнд. Ну, ребайнд аллок она называется. Ну, там еще кое-что есть. Ну, вот, например, у аллокатора есть type name value type еще, должен быть, using type name value type равно t, и, по-моему, аллокатор трейдс его тоже может определить. Ну, и там, и так далее. Pointer type, вот это все, как обычно. Вот. Но еще в аллокатор трейдс есть allocate и deallocate. Это зачем? Ну, это, видимо, для симметрии, для красоты, для унификации. Чтобы можно было все через аллокатор трейдс сделать, а не только констракт и дестрой. Поэтому, на самом деле, наш вектор нуждается в следующей переработке. Он должен вызывать все через аллокатор трейдс. Ну, вот по стандарту, начиная с и плюс плюс 11, все обращения к аллокатору идут через аллокатор трейдс. Вот я здесь напишу using alloc трейдс равно std аллокатор трейдс от аллок. И везде, где у нас есть обращение к аллокатору, ну, можно прям вот, ну, я для примера вот так напишу, можно прям вообще все вот в этой функции, все вхождения аллок с точкой заменить на аллок трейдс с двойным двоеточием. Сейчас бы, конечно, с регулярным, ну, да, я, к сожалению, забыл, как заменить. Ну, мне нужно везде добавить, вместо аллок написать аллок трейдс, вместо точки написать двоеточие, потому что это статические все методы, а первым аргументом добавить аллок. Да, кто помнит синтаксис регулярных поражений? А, вроде бэксларь скобочка? А, нет. Ну, вот у меня должна быть скобочка слэш один, что ли? А что? А зачем? Ну, а как? А, вот так? Окей, да. Бэксларь скобочка... Точка... А, ну, видимо, бэксларь моя плюс. Не точка, а просто бэксларь к плюс. Дубльно. Бэксларь закрывающаяся скобочка. Только мне кажется, здесь еще открывающая обычная скобочка нужна. Не, давайте... А, да, до скобочки. Ну, мы хотим заменить аллок точка, дальше какое-то слово, а потом открывающая скобка. Короче, мы хотим заменить до ближайшей открывающей скобки все, что осталось так же. Только после скобки еще было написано аллок. Вот что я хочу написать. Ладно, это как-то слишком сложно. Давайте, может, просто... Вообще, она должна отсвечивать, так что... Да, ну, скорее всего, что-то не так. Бэксларь перед скобочками попробует... Удалить. Перед скобочками. Чего? Перед скобочками удалить бэксларь перед скрывающейся и закрывающейся. Нет, просто... Не, 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 слыши точно нужны. Значит, аллок. Ладно, ребята, давайте признаемся, что мы не справились. Может, в следующем году я научусь. Ну, короче... Не зря же читаю этот курс, я что-то новое изучаю при этом. Ну, в общем, вот. Короче, мы везде написали аллок трейдс. И теперь везде надо написать... Аллок первым аргументом дополнительно. Нет, сорян. Я не вспомню сейчас это будет... Я быстрее... Я уже быстрее бы написал аллок. Так что все. Везде нужно написать аллок первым аргументом. Вот здесь аллок первым аргументом. Ну, на самом деле, можно сделать чуть попроще. Все-таки его просто скопипастить и вставить сюда. Там запятая есть? Да, запятая есть. Сюда. Сюда. Ой. Сюда и сюда. Ой, там аллок получился почему-то. Твою мать. Я вставил после буквы а, а не перед ней. Ну, бывает. Это, да, классический ВИМ. Все. Кажется, я справился. Ну вот. Вот так нужно обращаться к аллокатору из контейнера. Так по стандарту все контейнеры должны себя вести. Обращаться только через аллокатор трейдс. Ко всем методам аллокатора. Вот еще в 2017, по-моему, году. Нет, ладно, в 2017 это я загнул. Это слишком поздно. Ну, короче, еще лет 10 назад контейнеры себя так не вели. И вот это все добавилось в C++11. Все эти требования формализовались с аллокаторами. Но STL еще долго исправляло баги того, что там некоторые контейнеры неправильно обращаются к аллокаторам. И чтобы вы понимали масштаб проблем, вот в течение последних лет, что этот курс у нас идет, мне пару раз приходилось чуть-чуть менять тесты к анонордердмэпу, потому что стандартный анонордердмэп чуть-чуть по-другому вызывал аллокатор трейдс констракт чего-то и дестрой чего-то. То есть там он сначала делал один аллокатор, потом из него другой аллокатор и только от него вызывал. И, в общем, люди, которые пытались понять, что же на самом деле должен делать анонордердмэп в обращении к аллокатору, выясняли, что анонордердмэп делает не так, как они ожидали на самом деле. Короче, это весело. Но вы увидите тесты, когда будет анонордердмэп. Вы поймете, что надо делать, глядя на тесты. Да, тесты будут открытые ко всем задачам в этом семестре. Супер. Можешь заефать? Осуждаю. Не могу осуждать, но осуждаю. Так, все. Про аллокатор трейдс, мне кажется, это все, что я хотел сказать. И следующий пункт нашей программы будет называться аллокатор aware контейнеры. Я даже не знаю, я не буду создавать под этот отдельный файл. На самом деле, это пункт, который продолжает предыдущий. Может быть, их следовало и объединить. Но, тем не менее, мы поговорили про... Ну, в общих счетах поговорили, что вот бывают какие-то нестандартные аллокаторы. Да, чтобы вы понимали, вот эти аллокаторы, которые я перечислил, это не то, что в STL где-то есть такие классы. STD-полуллокаторы, STD-стек-аллокаторы. Нет, таких нет. Это не аллокаторы из STL. Это теоретические умопостроения на тему того, как мог бы выглядеть нестандартный аллокатор. Ну, в Бусте, в библиотеке Boost, к которой мы еще, наверное, обратимся вскоре, и про которую, кажется, уже упоминал. Но в библиотеке Boost есть несколько нестандартных аллокаторов. Ну, и в разных других, понятно, библиотеках, там, в каком-нибудь Яндексе, в каком-нибудь Фейсбуке, в Гугле есть свои нестандартные аллокаторы наверняка. Но вот прям в STL таких нет. Так вот, есть такое понятие аллокаторы where container. Ну, как можно перевести, что это значит контейнер, заботящийся об аллокаторе. Вот обычные контейнеры, вот эти, вектор, ну, все контейнеры, которые мы изучили, пока что мы не думали правильно об аллокаторе, пока писали эти контейнеры. И на самом деле, оказывается, что то, что мы сейчас написали, вот с этим аллокатор-трейдс, это все еще не считается, что мы правильно используем аллокатор. Аллокатор и where container должен еще думать о некоторых других неочевидных вопросах, когда работают с аллокатором. Как вы думаете, что еще за проблемы, возможные, связанные с аллокаторами, появляются, когда мы реализовываем контейнер, например, вектор? Ну, мы уже поняли, что все надо делать через аллокатор, что надо вызывать аллокатор-трейдс постоянно, это все ясно. А какие еще, ну, так скажем, неочевидные вопросики требуются решить, когда мы пишем контейнер на аллокаторе? Вот что входит в понятие аллокатор и where container, кроме того, что нужно все через аллокатор вызывать? Как вы думаете? Может, в какой-нибудь есть версии? Ну, я даже не знаю, до этого не факт, что можно догадаться, но просто можно пофантазировать. А что еще должен особенного делать контейнер, чтобы считаться правильно использующим аллокатор? Ну, я не удивлен, что никто не отгадал. Я бы тоже не догадался. Вопрос такой. А что должен делать контейнер, когда он копируется? Он должен копировать аллокатор? Или должен создавать новый аллокатор такого же типа, но по умолчанию? Копируется, наверное. Почему? Ну. И вот оказывается, что это не всегда, ну, в общем, все не так однозначно в этом вопросе. Иногда нам могло бы хотеться, чтобы контейнер копировал аллокатор. А иногда нам бы хотелось, чтобы контейнер создавал новый аллокатор при своем копировании, а не копировал исходный аллокатор. А что такое копирование аллокатора, вы помните? Ну, вот представьте, у вас есть стековый аллокатор или пул аллокатор. Что такое скопировать этот аллокатор? Это значит сделать аллокатор – это легковесная штука, я напоминаю. Копирование аллокатора – это дешевая операция. То есть сделать второй аллокатор, который указывает на тот же пул, так скажем, что и исходный аллокатор. Вот. Но может быть, мы хотим, чтобы при копировании контейнера не это происходило, а создавался новый пул под этот контейнер. Вот. Контейнеру надо решить, как вести себя с аллокатором, делать копию аллокатора или новый аллокатор. И ответить на этот вопрос должен ему сам аллокатор. То есть, на самом деле, контейнер при своем копировании спрашивает у аллокатора, что с ним делать. Скопировать его или новый создать? Вот. И для этого существует специальный метод. Я же им сейчас открою. Извините, извините. Так, аллокатор вар-контейнер. Для этого существует специальный метод, который называется SelectOnContainerCopyConstruction. Вот. Ну, этот метод есть в локатортрейцах, но его может определить и сам аллокатор. Ну, давайте я попробую открыть страничку аллокатора. Да. И аллокатор, и аллокатор вар-контейнер – это все CPP-named requirements. То есть, это некоторые… Ну, так же, как и итераторы. Это некоторые классы… Не классы. Некоторые множество типов с некоторыми свойствами. Вот, если тип удовлетворяет всему тому, что здесь перечислено, то он считается аллокатор вар-контейнером. Аллокатор вар-контейнер – это контейнер, мы раньше выясняли, что такое контейнер, который… И вот тут еще перечислено очень много всего, что он должен правильно делать и поддерживать. Так вот. У аллокатора может быть такой метод необязательный, он опциональный. Select-on-container-copy-construction, который возвращает новый… Ну, который возвращает аллокатор по значению. И он вызывается контейнером, когда контейнер копируется. Вот. Соответственно, он может либо вернуть копию исходного аллокатора, либо новый аллокатор создать по умолчанию. Ну, или не по умолчанию, а как-то иначе создать. В зависимости от этого, при копировании контейнера у вас будет либо копироваться аллокатор, либо новый создаваться. Ну, и в терминах пула, если у вас пул аллокатор, это будет означать, что новый контейнер будет на том же пуле или на новом пуле памяти делаться. Вот. Если вы в своем аллокаторе не определите этот метод, то аллокатор trades доопределит его за вас, и будет он возвращать по умолчанию новый аллокатор, по-моему. Сейчас. Давайте проверим. Так. Нет. Извините. Мне сейчас, конечно, все будут звонить, но придется потерпеть. Куда я смотрю вообще? Мне надо аллокатор trades открыть. Ладно, давайте я просто поищу здесь аллокатор. Ладно, давайте я просто поищу здесь аллокатор trades. Ладно, давайте я просто поищу здесь аллокатор trades. Ну вот, здесь есть select on container copy construction, статическая функция, которая, если можно, вызывает, значит, соответствующий метод аллокатора, а иначе просто, а нет, я вас обманул, она возвращает исходный аллокатор, просто копирует аллокатор. Вот. Это не все. Аналогичный вопрос возникает при присваивании контейнера. Вот есть еще такой замечательный член класса, который называется propagate on container copy assignment. Но только это уже не функция, а метафункция. Ну, потому что там ничего не должно возвращаться, там просто либо true, либо false должно быть написано в compile time. Вот у аллокатора может быть метафункция propagate on container copy assignment, которая, ну, как обычная метафункция, она либо содержит true, либо false. Ну, то есть она является либо std true type, либо std false type. std true type, я напоминаю, это тип структуры, в котором просто написано static const.bouvalu равно true. И вот, когда вы присваиваете один контейнер другому, вы должны посмотреть на вот эту метафункцию, и если там true, то присвоить аллокатор, а иначе не трогать аллокатор. Вот. Вы что-то грустные какие-то. Ну, вам неинтересно, да? Ну, по-моему, это же прекрасно. Ну, придем. Нет, ну, слушайте, ну, это же, по-моему, просто... Вот это великолепно, на мой взгляд. Ну, да, вам это надо будет написать, конечно. Ну, вам сами эти функции писать не надо будет. Вам надо будет лист написать, который правильно использует эти функции у аллокатора. Вот, разумеется, в тестах будут подсовываться вам ваш лист аллокаторы, у которых все возможные комбинации вот этих вот select on container и propagate, и, значит, вы должны аллокатор то копировать, то не копировать, то присваивать, то не присваивать. Вот. А... Хорошо. Давайте теперь зададимся вот каким вопросом. Вот это важный вопрос, на самом деле. Ну, а относительно текущего обсуждения важный. В глобальном масштабе, может, не такой важный. Вот какой вопрос. Вот представьте, что у вас... Вот вы пишете оператор присваивания вектора. Кстати, может, мы его даже и напишем сейчас. Почему бы нет? Давайте попробуем. Давайте, используя все наши... Ну вот, с нашим багажом знаний текущих, попробуем для вектора реализовать оператор присваивания. Мне самому немного страшно, если честно. Давайте попробуем. Вот смотрите. Давайте сейчас вместе подумаем. Значит, ну, очевидно, вектор, оператор равно, от конст, вектор. Я не пишу шаблонные параметры, потому что в шаблонном классе мы... Ну, имя класса без указания шаблонных параметров, это значит наш собственный тип. Ну вот. Other. Вот оператор присваивания вектора другому вектору. Как должен работать? Давайте подумаем, что надо сделать. Ну, хорошо, давайте решать задачу по частям. Давайте сначала поймем, как бы он выглядел, если бы у нас не было вот этой возни с аллокаторами. Ну, давайте напишем оператор присваивания, учитывая, что у нас есть аллокатор, но не зная ни про какой пропагейт он контейнер и так далее. Вот что надо сделать. Ну, скопировать его от себя. Надо... Что сделать еще раз? Скопировать все от себя. Скопировать... Это как? Более конкретно. Что-то вы сегодня какие-то, правда, какие-то небодрые. Вы какие-то... Или вы не выспались просто? 15.30 слишком рано, ранее ноча. Не привыкли, что типа... Спим до 4, потом едем. Или просто вам аллокаторы не нравятся? Ну, слушайте, ну что ж поделать? Все вместе. Все... Не, ну давайте. Ну, 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 не расстраивайте меня сегодня. Ну, давайте вот вместе придумаем с вами, арифардов, с вами для вектора с учетом аллокатора. Как это будет выглядеть? Попробуем, давай. Что надо сделать? Скопируем. Ну, что значит, блин, скопировать? Что конкретно делать? Ну, вы диктуете, что писать? Диктуете. Давайте через аллокатор выделим столько памяти, сколько вазы. Только вот через какой? Наверное, через тот, который... Не-не, подожди. Сначала мы вот... Мы пишем пока без пропагейта. То есть мы думаем, что аллокатор копирует, копируется, как полагается. Не думаем о том, что, значит... Надо попросить на аллокатор и выделить память. Да, давайте возьмем аллокатор. Какой, кстати? Наш. Наш, хорошо. Alloc trades от... Просто Alloc trades, allocate. От чего? Alloc, наш, да? Да. Сколько? Other. Size или KPS? Capacity, скажем так. Ну, наверное, Capacity, да. Other Cap и... Вообще size, наверное, все-таки. А мы будем чистить наш вектор? Будем, конечно. Нет, ну вообще это ваше... Я же у вас спрашиваю, что писать. Вы мне диктуете. Я не знаю. Сейчас подумаем. Так, Андрей, тут не обвините. Ну, окей. Мы вроде выделили... Давайте, как мы это назовем? Это указатель на что? Кажется, что это звездочка, да? New R. Вот, мы выделили память на... Да, надо проверить, если и так достаточно памяти, то там не нужно перевыделять память. Хорошо, это хорошее замечание. Ну вот, смотрите, давайте... Ну, хотя бы какой-то. Давайте вот хотя бы... Хотя бы рабочую реализацию напишем с учетом локатора. Вот, New R, это мы выделили на нашем локаторе память под кап штук T. Сюда нельзя сразу почистить, типа то, что было, и уже туда записать эту новую память. Что еще раз? Не понял. У нас же есть указатель на наш рейд. Да. На наши данные. Ну, вы предлагаете сначала удалить старое, а потом выделить новое. Конечно, может быть проблема с гарантиями. С гарантиями? Но гарантии же вам не нужны? Думаете, не нужны? Ну, такого в ТЗ не было. Ну, сейчас... Это вы... Это нет, вы так зря думаете. В ТЗ было написать работающий код. Значит, ну, я сейчас немножко уточню ТЗ. Так бывает в жизни. Значит, смотрите, у нас оператор присваивания вектора. Он, конечно же, должен быть... А тут непонятно, что это говорит. Ну, may throw implementation defined exceptions, но понятно, что... Давайте по слову exception углим. Да, здесь что-то ничего не написано про исключение. Очень жаль. Ну, короче, вектор... Ну, тут не написано этого. Ну, CPT reference просто не очень... Не очень полностью отражает суть. Ну, в стандарте, конечно, сказано, что оператор присваивания должен быть безопасным относительно исключений. Мы не можем написать оператор присваивания вектора, который будет... В случае некорректного создания новых объектов оставлять все в невалидном состоянии. Нам нужно быть безопасным относительно исключения. Ну, тогда так не получится. Да. Это печально. Поэтому сначала мы всегда должны выделить новую память, создать новые объекты. Потому что... Только потом уничтожать старую. Потому что если мы уничтожим старую и начнем создавать новую, и вдруг это не получится... Ну, все, мы останемся в некорректном состоянии и будем безопасны относительно исключений. А delete может... Да. Мы всегда в exception safety опираемся на то, что не delete, не destructor не кидает исключений. Но они могут на самом деле. Нет. Ну, если они это делают, то никаких гарантий не дается. Никогда. Потому что все гарантии исключений опираются на то, что delete и destructor исключений не бросают. Теперь надо перегнуть. Копии сделать. Теперь надо пройти, значит, по... Ну, по вектору, да. For, там, я не знаю. Size t. i равно 0. i меньше, чем other. Точка cz плюс плюс i. И... Что сделать? Ну, new r и. New r плюс i. Ну, наверное, надо сделать только... Нет. Аллокатор. Аллок трейдс. Точнее. Аллок трейдс. Констракт от аллокатора. New r плюс i. И... Авер. Авер и т. Ага. Хорошо. Ну, надо сделать... Ну, наверное, сразу... Ну, это все надо сделать под траем, потому что... Потому что, да, если что-то пойдет не так... Не, ну, первое можно под траем... Что делать? Да, первое можно не делать не под траем, вот это надо делать под траем. Почему аллокат не может кинуть исключения? Аллокейт может кинуть исключения, но если он кидает, то мы просто выходим и нечего тут возвращать, как было. А вот здесь мы опять делаем вот это, size t и равно нулю, это мы удаляем отсюда. А можно как-то вот нормально, вот без объявления size t и равно нулю, кинуть исключения? Я не знаю, если придумаешь, я буду рад. Вот, я не понял. У нас... Чего? Он так, как применит, что... Ну, понятно, но вот он выглядит не очень красиво. Разумеется. Да. Можно вопрос? Так, size t равно нулю, сейчас я допишу, чтобы мысли не потерять, g меньше, и плюс плюс g, и если это не получилось, то мы говорим олоктрейтс, дестрой сначала, на нашем аллокаторе по адресу newr плюс g, и все, больше никаких параметров. И в конце аллоктрейтс опять, деаллокейт от нашего аллокатора, еще число, addr.cap по-прежнему, потому что в деаллокейт нужно число, а, и pointer, конечно же, newr, и число, и пробросить дальше. Да, чё? Тут на дебе референдс сказано, что операция при с вами, он не степ, если по аллокатору, по вегейтам континент... А, второй. Ну, всё, ну, мы победили. Вопрос снимается, да? Так, дальше чё? Ну, можно сваркнуть и RR, и пощистить. Ну, дальше надо уничтожить, нужно сказать, аллоктрейтс опять. Ну, теперь нужно пройтись циклом. Size t, i равно 0, i меньше, чем наш, с z теперь, плюс плюс i, и уничтожить все наши объекты. Аллоктрейтс, деаллокейт от нашего аллокатора, нашего массива. Ой, почему деаллокейт? Deстрой, сначала дестрой. Нашего аллокатора, нашего массива. Плюс i. R плюс i. Всё. И аллоктрейтс, деаллокейт от аллокатора нашего массива. Other. Да, capacity. А потом просто сказать, что... Да, R равно UR, cz равно other cz, cap равно other cap. Ага, ну вот, это мы написали... Ну, мы написали реализацию оператора присваивания локатора, вектора на, ну, не знаю, на оценку хор 5. Вот. А теперь давайте поймем, что... Ну, есть проблемы по-прежнему. Проблемы вот какие. А... Проблемы вот какие. Мы не учитываем тот факт, что... Может быть, нам нужно взять чужой аллокатор. Ну, мы здесь... Мы написали реализацию оператора присваивания, а аллокатор не скопировали, не присвоили себя. А, ну, то есть... Ну, вот, смотрите, представьте, у вас вектор на... Не знаю, ну, на каком-то пуле. Ну, аллокатор у вас пул-аллокатор, то есть он из какого-то пула память берет. И другой вектор тоже, аллокатор на каком-то пуле. И вот вы делаете присваивание, и у вас при такой реализации получится, что вы на своем собственном пуле выделяете себе память, а не на том, с которого тот вектор пришел. Не, ну, короче, ну, в принципе, это, наверное, разумно, может быть, так и действительно хорошо. Но это не все случаи учитывает. Вот, STL-ный вектор, он еще должен учитывать возможность забрать себе тот аллокатор. У вас сейчас присваивание... У вас получается при такой реализации, аллокатор вообще, он намертво привязан к контейнеру, его никто не подменит. Ну, вы присвоили контейнер, а аллокатор остался тем же. Че? Вот. Я сейчас на самом деле думаю... А когда мы делаем, типа, констракт? М-м-м. Ну, типа, консортер. Че вам надо? Сейчас я думаю, не будет ли здесь УБ, если немножечко, немножечко неаккуратно эти аллокаторы подсунуть. Ладно, ну, короче, прям УБ я придумать, кажется, пока не могу. Но, тем не менее, мы не копируем аллокатор. Мы не забираем тот аллокатор никак. Мы присваиваем вектор, а аллокатор у него не используем, тот аллокатор. Вот. Поэтому нам надо еще добавить, так сказать, точку кастомизации. Нам надо либо присваивать аллокатор, либо не присваивать аллокатор, в зависимости от того, пропагейтон-контейнер, копию assignment было true или false. Вот. Значит. Мы с вами сейчас реализовали для случая, когда оно false. То есть мы не забираем чужой аллокатор себе. А давайте представим, что пропагейтон-контейнер, копию assignment, это true. Ну, вообще кажется, что это ожидаемое поведение по умолчанию, нет? Ну, типа, вы же аллокатор, наверное, тоже хотите копировать, когда присваивать. Когда я вас изначально спросил, что делать, когда вы копируете контейнер, вы сказали, ну, копировать аллокатор. И тут мы вот начали реализовать оператор присваивания, и вдруг оказалось, что мы все-таки не копируем аллокатор. Так копируем или не копируем? Нет, мы не копируем, потому что если мы будем делать какие-то конструкторы копирования, то мы там будем копировать. Ну вот, а при присваивании что делать? Копируем или не копируем? Надо у него спросить. Надо у аллокатора спросить, да. Смотрите, как это делается. Аллокатор, ту копию, ту копию. Нет, 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 ну почти. И в констэкспорт. Так неинтересно. Аллоктрейдс. А пропагейт. К сожалению, мне не подсказывает, но ничего. Он контейнер. Прекрасно. Копия. Эссайнмент. Нет, ну вообще, длинное название это хорошо, если что. Было бы хуже, если бы этот метод назывался ПОЦЦА. А если это хиро-название больше ста сигналов? Не, ну кстати, не коп. Что? Если бы так называлось? ПОЦЦА. ПОЦЦА. Аллоктрейдс ПОК. Если что, я напоминаю, пропагейт в контейнер копии ассаймента это тип, а не функция. Это метафункция, структура. Так что можно написать using. ПОКО равно аллоктрейдс пропагейт в контейнер копии ассаймента и пожалуйста. Вот будет вам. ПОЦЁ есть? Ну это терм... Ну, это ты не понимаешь, это другое. Просто почему вообще-то она об этом как-то не забывать надо? Типа, надо привыкнуть к ней. Наверное, даже... Ну контейнер не может знать. Почему контейнер должен знать об этом? Нет, в зависимости от того... Аллокатор решает... Он один на пуле должен сидеть. Или когда новый контейнер создает... Ну вот, у тебя есть аллокатор, который управляет каким-то пулом памяти. И ты создаешь на нем второй вектор на этом же пуле. Может быть аллокатор у тебя такой примитивный, что он не умеет поддерживать два контейнера на одном пуле. Он умеет только вот... Ну хорошо, это разумно. Вот, поэтому тебе может хотеться... Ну да, либо скопировать, либо не скопировать аллокатор. Ну вот, если... Такая вещь... То что же делать? Мы написали для случая ELSE. Я даже не знаю, где фигурную скобку закрыть. Давайте... Давайте, значит, вот отдельно. Нажим, что не должно поменяться? Нет? Мы не можем здесь просто сделать, типа... Нет, типа... Аллокров, но... Аллокров, копий. Нет, мы хотим в конце доставить. А, удалять же надо нашим... Ну можно, видимо... Извел аллокров. Вот. Тут мы приходим к очень важной проблеме, ради которой я, в общем-то, и затеял весь этот разговор, всю эту реализацию. Мы должны удалять свои объекты старым аллокатором. То есть мы должны старые объекты удалить старым аллокатором, а новые объекты выделить уже новым аллокатором. Но при этом мы все еще должны старые объекты удалить позже, чем выделили новые объекты. То есть мы должны сохранить новый аллокатор себе. И кажется, что и в конце экспорта не нужен, на самом деле. То есть мы... На самом деле мы что делаем? Мы говорим... Аллок... Давайте скажем... NewAllog равно... Это либо наш собственный аллокатор, либо новый аллокатор, в зависимости от того, должны мы его скопировать или нет. Это был экспортернабный аллокатор. К сожалению... Можно. Ну... Но ручками... Ну да, ну типа... Значит, можно наручками... Можно, но надо... Не про сэкспорт написать? Нет, написать метафункцию. Метафункцию, да, писать. Мне кажется, это не то, что... Я стеки так сделал. Мне кажется, это не то, что хочется. Я, кстати, не понимаю, как ты сделаешь... Ну, здесь ты не напишешь, мне кажется, метафункцию. Здесь тебе не поможет. Потому что у тебя... Ну, ты... У тебя не констэкспорт выражение, в любом случае. Ты не сможешь в compile-тайме решить здесь, к какому аллокатору присвоить. А, ну тогда вопрос... Зачем нужен констэкспорт? Так, на жанре, если условие не констэкспорт. Да, ну, то есть... Ну, это печально, да? Что он не констэкспорт? Что у нас это стоит не констэкспорт? Ну, реально, это хорошо, он равен констэкспорт. Кто? Условие. Какое? Вот то, что констэкспорт написано, это вообще не... Нет, нет. Условие констэкспорт. А в чем? Но переменная newalloc, ей должно быть проинициализировано... Она должна быть проинициализирована каким-то значением в зависимости от этого условия. И эта переменная сама по себе уже не констэкспорт. Она не константная. И тем более не констэкспорт. Давайте выше юзинг прочитывать. А не констэкспорт переменные, так нельзя нециализировать. Скажем, констэкспорт еще нет. Ну, newalloc. Потому что тут даже конст нет. Какой констэкспорт? Констэкспорт переменные, это те, которые зафиксированы на этапе компиляции. А lock не зафиксирован на этапе компиляции. Это он разный может быть, как бы... Но этап компиляции, каблиар, денно и значит, чему будет. Правильно? Newalloc. Может быть, rate, но зафиксированный. Да, вот enable... Ой, не надо. Нет, тебе нужно, давай так Тебе нью аллоку нужно присвоить Либо аллок, либо нью аллок А эти аллок и нью аллок, они в свою очередь Могут быть, ну, разными Они могут в рантайме отменяться Ты не можешь в компайл тайме знать заранее Какие у тебя будут аллокаторы Все наперед Короче, констэкспорт тут не поможет Ну вот, ладно, аллок трейдс Пропагейт, ну, в общем, вот это вот Все Ааа, у нас не типа... Нет, сейчас, что? Да, люди должны работать Нет, смотри, у нас... У нас же вот это условие А, сейчас, что? Так Нет, у нас Тяжело Я обсужу больше Ну, сразу 50 Ну, что он все понесет Ну, он выйдет лишнюю ветку Уже условие занято Для аккумуляции Так Вы поняли, что я написал? Да Почему тернарный оператор Мы не можем в констэкспоре написать? В компайл тайме написать Вы все еще собираете? Ну, в смысле, вот здесь почему мы не сможем? Или ты думаешь, что можем? Я думаю, что можем А как? У тебя адр, аллок и аллок Это не констэкспорт переменная Ну, да И как? Не сусу констэкспорт Да, представление не констэкспорт А само значение В плане функции Нет, когда ты говоришь констэкспорт Возвращать либо один аргумент Либо второй Аааа В этом плане В этом плане констэкспорт тернарный оператор Что? Это же не правда Все, которые будут поедать в констэкспорт Возвращать Одну либо вторую Там еще есть родитель Что? Кажется, мы так помним Да, но Я все еще не понимаю Как она будет выглядеть Декл тайп Констэкспорт И then, ampersand, ampersand, then, else, ampersand, ampersand, or else. И в constex for condition при том, кстати, cast then, then. Это ты где-то на cpp-референс считаешь, что ли? Нет. Это, вот, читаю. Стоять. Стоять или фол, вроде, или что-то такое, я его взял. У меня стеки просто можно. Сейчас, подожди. Короче, это функция, которая возвращает либо первый аргумент, либо второй, в зависимости от compile-time условия. Мы же в compile-time не будем. Ладно, в это я верю, кажется, так можно. Действительно. Это можно, действительно, должно быть, так сделать. Пропагейт в контейнере мы знаем в compile-time. Это метафункция. А log-trades, пропагейт в контейнере, копия-саммит, это все типы. И value, это constex for значение. Вот. Да, да, кажется, все-таки так можно. Да, я был неправ. Ну, ладно, мы в любом случае сейчас пока не будем это делать. Это мы... Оптимизация одного. Этим мы, да, оптимизация одного. Это constexpr функциями мы позанимаемся с вами обязательно, но попозже. Но он же все равно это знает. Он же все равно это с этим делает. Да, конечно, тем более. Вот. Так что дальше-то? Давайте все-таки закончим с этим. Ну вот, что дальше надо сделать? Тут? Да все. А, так все. Дальше мы просто везде делаем... Вот здесь new allog делаем. Ну да, здесь везде и allog заменим на new allog. Нам гарантируется, что тогда allocator можно копировать, и он будет нормально. Да, сегодня тоже будет скопирование allocator. Вот. Так, вот это, кажется, нам не понадобилось, да? Так, значит, мы взяли новый allocator... А у нас вот new allocator разве не локальные перемены, которые, когда мы закончим функцию, оно сдохнет? Да. Мы же хотим еще присвоить его в конце. Да, мы хотим, может, что еще не кинуть. А alloc равно new allocator? Нам же надо копию сделать new allocator. Да, я как раз сейчас задумался над тем, что вроде все хорошо, но не должно быть. И вы мне подсказали, что здесь неправильно еще. Да, совершенно верно. Здесь не хватает одной, если не решена, одна проблема. Нам нужно alloc заменить на new alloc в итоге. Вот здесь нам нужно сказать alloc присвоить new alloc. Да, это не будет работать все еще. Вот, и почему? Потому что new alloc это локальные перемены. И... То есть мы сдохнем. То, может, в смысле сдохнем? То есть что? Нет, подожди, поподробнее. Присваивание allocator это легкая операция. Нет, ну в плане, она копию создавит. Кого? Мы скопируем? Что? Сомтимизируется. Так, я ничего не понимаю. Можно мне вот совсем разжевать? В чем проблема? Я не знаю. Я тоже не знаю, в чем проблема. То есть нет проблемы? Ну, видимо, нет. Ну, вообще есть. Значит, есть. А в чем? Значит, есть. Значит, все нормально. Значит, все нормально. Ну, проблема вот в чем. А что, если это присваивание самокинет исключение? Ну, печально. Но можно потребовать от allocator не кидать исключение. Мы же можем в этом требовать? Можно потребовать от allocator не кидать исключение. Но это прям надо жестко потребовать. Ну, в смысле, это прям надо в стандарт писать. Но так и есть. Значит, вот эта проблема решена просто радикальным образом. В allocator написано. Вот если вы прочитаете, что такое allocator. Allocator. Я читаю требования к allocator просто. Если это не выполнено, то ты не allocator. И тут написано, что оператор присваивания не кидает исключений. Как и конструктор копирования. Сейчас, где тут присваивание-то? Тут нету. Это правильно. Это конструктор копирования. Это хоть одно правильное решение, которое сделал комитет по стандартсиям. Не обижай комитет по стандартсиям. Это копирование, присваивание и еще больше присваивания. Непонятно, насколько это правильно. Это, по-моему, только копирование конструктором, а не присваивание. Не вижу присваивания, если честно. Где вот это? Это конструктор копирования. Это вызов конструктора копирования, я напоминаю. Присваивание так не делается. А, алличес. А там ещё написано, что равномерно всё? Без лог, я же не граню. Нет, это печально. Я откатываю то, что комитет на цивилизации хороший. Тебе вот это тебе нравится? Нет, вот это. Надо про оператор. Ну, кажется, возможно, аллокатор не обязан уметь присваиваться, на самом деле. Ой-ой-ой. Это нормально. Это хорошо. Ну, неплохо, да. А как тогда жить? Нет, вообще странно. А зачем тебе это? Вообще странно. Как же тогда действительно... А как же тогда быть? А давайте там вышли что-то приписать. Что-то там ходит, там вот и всё. Нет, ну можно, конечно, сделать. Place destructor, потом place new. Ладно, короче. В общем, аллокатор при присваивании не кидает исключений. Это вот. Ну, это точно правда? Ну, если не существует вратор работа, то он обязательно не может исключить. Но тут же не написано, что должен идти. Ну, на себе референс могут быть неточности. Давайте откроем стандарт. Давайте откроем стандарт. Не, я сейчас не буду в стандарте искать. Мы сейчас полчаса потратим оставшиеся на поиски в стандарте этого места. Кстати, а как стандарт распечатанный получить? Это же... Купить. Там что-то черновик доступен. Можно купить. Купить это прям сложно. Ну, он стоит дорого достаточно. А ещё в России, не забывай. Да, ещё на зарубежную карту, да. Ну, не знаю, может мне подарят ещё сегодня вечером, посмотрим. Так. Мы просто заместили секрет в плюс? Короче. Я просто утверждаю, что вот это не кидает исключений. То есть на собесе можно будет так сказать? Да. А я попрошу, подтвердите свои слова, пожалуйста. Я думаю, что на собесе такого вас никто не спросит. Почему? Я думаю, что если вы дойдёте на собесе до вот этого, то вы уже его прошли, скорее всего. Стойте, а если что, можно ваш контакт будет дальше? Вот спросим, кто вам это рассказал? Так. Но мы тем временем почти написали оператор присваивания для вектора. Почти... Да, вроде вообще написали, на самом деле. Стойте, мы же лишний раз копировали карты. Полностью написали. Мы же лишний раз копировали карты. Выяснили? Первые стрёжки? 87. Два раза копировали. И... Ничего. Чё? Нет, ну это... Но это не круто. Нет, на такие вещи мы уже не будем смотреть. Вот. Почему... Последний вопрос в этом пункте. Почему мы должны освобождать тем же аллокатором, которым выделяли? Понятно. Стойте, а... Всем ли это понятно? Почему? Никто не гарантирует то, что другой аллокатор, он вообще какой-то хороший. Может, он вообще там... Он не имеет никакого отношения к 5 амониментам. Он же не сможет удалить. Да, вот... Как это может удалить? Как вам может... Вот смотрите... Помните, когда мы только начинали говорить про аллокаторы в прошлый раз, я вам сказал, что все аллокаторы равны. Ну, что у аллокаторов есть оператор сравнения на равенство. И все аллокаторы равны. Вот. То есть, не все. Кто-то есть равнее. Ну, некоторые, да, равнее, чем прочее. Все стандартные аллокаторы равны. Но если вы имеете дело с нестандартными аллокаторами, то они уже не все равны. А как понять, когда они равны? Вот какие аллокаторы должны считаться равными? Да, если вы пишете нестандартный аллокатор, то вы вообще должны оператор сравнения... на равенство определить для своего аллокатора. Как для аллокаторов определяется сравнение, проверка на равенство? Проверка на равенство определяется по такому правилу. Аллокаторы считаются равными, если они... Если одним из них можно удалить то, что было выделено другим. Вот так. Если у вас аллокаторы на пуле, то вот они заведут одним и тем же пулом, грубо говоря. А вот тогда они равны. У нас могут быть два разных инстанса пула аллокатора. Один смотрит на один пул, другой смотрит на другой пул. Тогда вы не сможете освобождать тем аллокаторам то, что было, значит, выделено на другом пуле. Это просто убэ будет. Поэтому вам нужно, чтобы аллокаторы были равны, прежде чем одним из них освобождать то, что было выделено другим. Вот. И при копировании аллокатора должен получаться равный аллокатор. Это следует просто из семантики того, что мы здесь написали. Когда аллокатор копируется, должен получаться равный ему аллокатор. Вот. Это еще не все. Вот мы, я сказал, почти написали оператор присваивания вектора. Здесь все-таки не хватает еще кое-чего. Дело в том, что иногда аллокаторы всегда равны друг другу. Ну, некоторые виды аллокаторов равны все поголовно друг другу. И тогда не нужно вот этой возни с присваиванием одного аллокатора другому. Давайте я еще раз вам открою страничку. Ну, во-первых, я открою страничку про оператор присваивания вектора. Давайте теперь наконец-то внимательно прочитаем, что здесь происходит. Оператор копирующего присваивания заменяет содержимое вектора. Копии этого, если пропагентный контейнер копии assignment value это true, то аллокатор заменяется копией other. Если аллокатор текущего вектора после присваивания будет неравным старому значению, тогда старый аллокатор используется для очистки памяти. Затем новый аллокатор используется для аллокации, прежде чем копировать элементы. А иначе, и вот это мы с вами еще пока не предусмотрели. Допустим, мы присвоили аллокатор и оказалось, что они равны все еще. Ну, то есть новый аллокатор оказался равен старому аллокатору. Тогда memory owned by this may be used when possible. То есть, если вдруг при присваивании вектора оказалось, что мы должны присвоить аллокатор, но аллокаторы равны все равно, то нет смысла удалять старую память и выделять новую память. В этом случае можно просто посмотреть, а не хватает ли нам уже памяти и на этой же памяти тем же самым аллокатором что-то сконструировать, старое удалить, новое сконструировать. Короче, если аллокаторы равны на самом деле, если тот аллокатор равен нашему аллокатору, это нужно проверить в первую очередь, прежде чем выяснять, нужно ли присваивать аллокатор. Потому что, может быть, аллокаторы просто равны, и тогда не нужно удалять одну память и выделять новую память, можно просто переиспользовать старую память. Понятненько? Вот это то, что еще не хватает нашему оператору присваиванию вектора. Вот это окончательный и бесповоротный решение проблемы оператора присваивания вектора. Сначала мы проверяем, равны ли аллокаторы, потом мы только проверяем, нужно ли присваивать аллокатор. На самом деле, вот это вот удаление старой памяти освобожденного памяти, это только если аллокаторы нужно менять, и они еще и не равны. А еще в аллокатор трейдсе есть такая замечательная... Где у меня аллокатор трейдс? Ну ладно, давайте я вот здесь покажу. Есть еще, может быть точнее, такая метафункция в аллокаторе isAlwaysEqual. Это метафункция, которая в некоторых аллокаторах определена просто говорящей о том, что они всегда равны, и не надо их сравнивать. Но вот все стандартные аллокаторы равны друг другу, как я уже сказал. И не нужно вызывать оператор сравнения аллокаторов, если можно просто в compile-тайме вызвать метафункцию isAlwaysEqual, и таким образом не проверять аллокаторы на равенство, а первым делом проверить в констэкспере этот тип аллокаторов таков, что они всегда равны, и просто под их констэкспером тогда не заниматься присваиванием этих аллокаторов друг к другу, а просто делать так, как будто все аллокаторы одинаковые. И только если вот это compile-тайме false, тогда нужно сделать все то, что мы написали, присваивать, если надо, аллокаторы и так далее. Вот так. Понятненько? Мне вкусно. Вообще не надо. Ну вот. Не хочется писать. Ну, в целом, на этом закончен пункт 9.3. А в основе все те же задачи будут, да? Да. Да. Это тоже будет в основе. А в основе? А, ты все раздумываешь. На самом деле, ты уже опоздал. Там вроде у нас правило, что можно первые две недели переводиться. Ну, конечно, там-то... Так. Что, давайте двигаться дальше. И я вам дальше порассказываю про... Ну, у нас прошел час, да? Давайте полчаса до перерыва. Не-не-не. Еще раз откроем этот файл. Вот. У нас есть контейнер, который обращается к локатору Trades, который обращается к локатору, который обращается к оператору New, который обращается к функции Malog, который обращается к ядру операционной системы. Мы с вами подробненько поговорили о том, что происходит вот на этих уровнях. И нам еще предстоит с вами поговорить о том, что происходит вот на этом уровне. Вот. Следующее, чем мы научимся делать, это переопределять операторы New и Delete. Это тоже можно делать. Язык сейчас позволяет их перегружать, как вы, наверное, слышали и знаете. Вот. Но я специально рассказал вам сначала про локаторы, а только потом про это. Чтобы вы понимали, что на самом деле перегрузка операторов New и Delete это более низкоуровневая вещь, чем переопределение аллокаторов. Все контейнеры взаимодействуют с New и Delete только через аллокаторы. И если вы хотите высокоуровнево переопределить управление памятью для контейнеров, вы можете аллокатор подменить просто. Вы можете с помощью ООП подменить его. Но вы можете сделать совсем такое. Ну, не совсем уж прям вообще капец, какое низкоуровневое действие, но такое достаточно низкоуровневое действие подменить оператор New глобальный. Вот. И сейчас мы с вами поговорим о том, как подменять глобальный оператор New. Подмена глобального оператора New будет означать, что все ваши аллокаторы, ну, все, которые через New что-то выделяют, будут, соответственно, по-другому это делать. И давайте я открою пункт 9.4. Назову его New Overloading. Первое и главное, что надо запомнить про оператор New. Возможно, кстати, вот да, у меня, знаете, есть рубрика «Главная мысль», которая надо запомнить с этой пары. Да, вот, возможно, кстати, вот это сейчас будет самая главная мысль, поважнее, чем про вот эти все аллокаторы, уэр и прочее. Наверное, да, наверное, вот сейчас скажу самую главную мысль, которую с этой пары надо запомнить. Оператор New состоит из двух частей, на самом деле. Первая из которых занимается выделением памяти, а вторая – вызовом конструкторов на выделенной памяти. И перегрузить можно только первую. Нетривиальная мысль, давайте еще раз. Значит, когда вы вызываете оператор New в стандартной форме, происходят две вещи последовательно. Выделение памяти, а затем вызов конструктора или конструкторов на этой памяти. И переопределить можно только первую часть. Что же переопределить? Ну, значит, изменить поведение. Оператор New выделяет память в количестве сколько-то dumb byte, после чего на этой памяти вызывает конструктор типа T. Нельзя сделать так, чтобы он не вызвал конструктор типа T на этой памяти. Но можно... Чтобы он не выделял память. Можно сделать так, что он не будет выделять память, тогда он будет вызывать конструктор на том, че он не выльют у b. Оператор new в любом случае вызовет конструктор по какому-то поинтеру, и вы лишь можете переопределить, что это будет за поинтер, откуда он его возьмет. Вот. Ну, я не знаю, как живут с этим англоговорящие люди, потому что вот сейчас впервые, наверное, в этом курсе нам у нас будет полегче, потому что у нас не английский язык. Да. Обычно наоборот, но вот сейчас так. Дело в том, что оператор new это не то же самое, что функция оператор new. Вот. Вы можете переопределить функцию с названием оператор new, но это не то же самое, что оператор new сам по себе. Оператор new состоит из двух частей. Сначала вызов функции оператор new, а потом вызов конструктора на данной памяти. Так вот, функцию оператор new мы сейчас и будем переопределять. Я не понимаю, как можно было вообще это все изобрести. Ну, в общем, мы можем переопределить оператор new, но на самом деле мы не целиком его переопределим, а только первую часть. То есть это placement new или наоборот? Наоборот, placement new как раз у placement new отсутствует первая часть. Placement new это такой new, который ничего не делает в первой части, а конструктор вызывается все равно. Мы переопределяем то, что происходит до вызова конструктора. Можно оператор new как-то вызвать самостоятельно? То есть, если мы не хотим, чтобы вызывался конструктор на данной памяти. Да, да. Сейчас мы напишем. Вот смотрите. Давайте просто сначала покажу базу. Базированный синтакс, значит, как переопределить оператор new, глобальный, общий. А вот звездочка оператор new от size tn. Было. Вот. Аллокатор не безуместный. Аллокатор капельнича. Где аллокатор не безуместный? Чего? Ну, в олимпиадках используется. А-а-а. Ого. А, то есть вы эти делали, но... Нет, мы это копировали. Честно сказать. А, окей, ладно. А это для чего? Чтобы дебажить, да, наверное? Нет, ну если загонять надо. Там просто delete, он ничего не делает. А-а-а, я понял. Ну, кстати, в вашей задаче, когда вы будете лист писать, там тоже можно писать, чтобы delete ничего не делал. Чтобы диаллокейт ничего не делал, в смысле. Вы просто будете на стеке выделять подряд, а delete ничего не будет делать. И нормально. Вот. Да, это, кстати, хорошо. Да, вот так можно оптимизировать. Вот вам уже и пример, зачем это может быть нужно. Но это можно и на уровне аллокатора подправить, просто не вызывать оператор delete в диаллокейте. А можно вот на более низком уровне. Так вот, что мы делать должны? Ну, давайте какой-нибудь тривиальный пример. Ну, давайте что-нибудь выведем в все-аут вот здесь. Прекрасно. Давайте в все-аут сохраним ничего. Не-не, я просто хочу логировать. Вот, я хочу, чтобы все вызовы оператора new выводились на консоль. Вот. N-byte аллоцировано. И... Ну, давайте их аллоцируем все-таки. А что сделать надо-то? Уже. Нет. Ну, мне N-с. Так не N-а, там сколько? Раз, два, три, четыре. Нужно SEAuto там. Чего, подожди, ничего не понял. Сделать строку. Да, мы будем хранить. Сделать SEAuto. Можно хранить в буфере SEAuto. Нет, давайте нормально. Ну, что сделать надо? Ну, если мы... А непонятно, что мы хотим сделать. Как из оператора new выделить память, если мы переопределяем new? Что... Маллог, конечно. Что у нас низкоуровнево, ниже new? Маллог надо вызвать. Вообще можно взять переменную, взять на нее указатель и взять N-byte после этого указатель. Можно, да. Можно вручную, да, выделять. Можно, собственно, заранее забронировать. Ну, по сути, это и будет. Как бы аллокатор только, значит, более низкоуровнево. Не OOP-шный, а такой. Можно ничего не бронировать. Просто берем указатель на какой-то переменную. Можно, но мы нормально давайте попробуем написать. Давайте попробуем написать правильный оператор new. Вот. Что мы делаем? Ну, говорим return. Маллог от N. Ну, формально надо там подключить CSDELIT, кажется. Но маллог и так должно скомпилироваться. Вот. А теперь оператор DELEIT мы еще переопределим. А вот. В оператор DELEIT мы уже не передаем, кажется, размер, но передаем поинтер. И что мы делаем? Free. Free, да. Мы вызываем пункцию CSD-библиотеки симметричную. Маллог. Вот. Можем из первоотделяемых операторов вызывать старую? Депсию. Ну, наверное, это стало. Нет, если мы определили оператор new от N глобально, и в нем вызван оператор new от N, то мы в бесконечную рекурсию уйдем. А можно выказать старую присутствовать? Нет, все. Если мы определили этот, то он уже считается глобальным. Да, он будет по умолчанию для всех. Вот. Да, про это мы сейчас поговорим. Вот. Ну, давайте я какой-нибудь пример вам продемонстрирую. Ну, вот, например. Ну, вот, и давайте подумаем, что сейчас выявится, если я так написал. Чего-нибудь выявится вообще? Ну, два варианта. Ну, по идее, должно. Ну, а если, ну, если стандартный аллокатор определен оператор клюка не должен? Ну, я считаю, что выявится. Давайте. Сколько? Я сделаю C++20. Так, 9.4 new overloading. У меня там есть еще заготовленный файл. Ну, вот, да. А, что-то правда только не вывелось deallocated. А, потому что здесь ничего не... Ну, да, действительно. Так нельзя делать. SDC out. Чего? Ну, delete будет исключением иногда кидать. Ты хочешь сказать, что оператор вывода в Cout кидает исключения? Ну, наверное, да. А какие? Да. А что там может пойти не так? Я что-то плохо себе представляю. А какое там исключение может быть? Ну, пишем в буфер. И потом это пихаем в этот. На нами пихание. Нет, я не спорю, что оператор вывода в Cout может завершиться неудачно, но именно, чтобы плюсовое исключение он выкинул. Это же... Ну, это было бы супер недушабельно. Что-то мне кажется, нет. Я не оператор. Те надо сяу. Смотри. Типа, истрее. Опероитера. Ну, ладно. Короче... Это не тот оператор. Все равно мы не сможем вывести, сколько байт диаллокировано, поэтому непонятно, что делать. А можно просто указать, что вывести. Диаллокейтед, да? Ладно. Ну, в общем, да. Вывелось. Давайте поймем, а почему все-таки... Вы смотрите оператор вывода в Cout, но accept или нет? Да. Ну, скорее всего, нет, потому что он может завершиться неудачно. Но вот исключение кинуть именно, он... Я сомневаюсь, что может. Надо Cout. Давайте поймем, а почему вообще вывелось именно то, что вывелось? Окей, ладно. Не до дефолта, но... Можно, наверное, так же. Кидал. Он сразу... Да, надо сразу терминовать, в общем случае, да. А, нет, подожди. Это ты мне сказал про произвольный истрим. Если исключение... Basicostream, оператор... Ну, да. Ну, так да. Но это произвольный тип Basicostream. Я могу написать свой острим, который будет кидать... Там еще раз что написано. Если исключение возникает, когда ты... Что делаешь? Extract. Да. Если возникает исключение, когда ты извлекаешь... Чего? Extracting. Ну, если, короче... Если страха там... Ну, я думаю, что речь про произвольный острим. То есть, если во время работы с этим стримом у тебя что-то там пошло не так, то мы пробрасываем исключение. Но STD SEOUT, это же конкретный экземпляр класса острим. Я вот про что. То есть, я могу свой острим написать, который будет кидать исключение, и тогда да. Но SEOUT, это же конкретный экземпляр. Ладно, в общем, действительно, не важно. Почему вывелось именно это? Вот как... А что должно быть? Все нормально. Ну, 4, потом 8, потом 16, 32. Ну, вектор так работает. Да, но... Вот здесь... Давайте поймем две вещи. Во-первых, вот это N, это именно число байт. То есть, нам сюда в оператор new приходили числа, не количество, сколько штук выделить, а именно в байтах сколько штук выделить. Во-вторых, оператор new и оператор new квадратной скобочки, это разные операторы, я еще вам хочу напомнить. А мы перегрузили именно оператор new без квадратных скобочек. Вот если я сейчас сделаю что-нибудь такое, например, int звездочка p равно new int 100, а потом delete квадратные скобочки p, то это мне не выведет ничего. Нет, вывело. Ха-ха-ха-ха. Он же вызывает их внутри, нет? Что? Но он вызывает, конечно, оператор new внутри. О-о-о-о. Да, он по-другому вызывает. А по какой причине мы не выведем? Да, согласен. Это все потому, что... Ну, ладно, раз пошла такая пьянка, давайте отдельно тогда ее поделим. Оператор new квадратных скобочек? Оператор, да. Оператор new квадратных скобочек – это отдельная функция, которую можно отдельно переопределить. А почему тогда он... Тогда это уже не имеет смысла, то, что он сделал. Вот, ну давайте я вот это вот скопирую. А что делать? А можно там типа байт? Ну, он просто вызывает. Ему же нужен тип? Да, нет. Потому что мне к нему нужен. Давайте я вот так вот выведу. Нет, не идти. Ну, я не знаю. Ну, вот так, да, просто сделаю. Оператор new квадратные скобочки просто будет... А может быть, new квадратные скобочки? Нет. Надо обязательно доопределить свой оператор new квадратные скобочки, чтобы было симметрично. Потому что если у вас кастомный оператор new квадратные скобочки и стандартный обычный, то, по-моему... Это может быть... Да, это может быть убэ, например, потому что вы здесь написали молок, а в стандартной библиотеке delete делать не фри, а что-то другое. Какую-то другую функцию освобождения памяти вызывает. Почему-то, не знаю. Какую-то кастомную. И все. Вот, давайте... Да, вот смотрите. Я переопределил оператор new квадратные скобочки и оператор delete квадратные скобочки отдельно. И теперь, когда я вот сюда попадаю, я попадаю в оператор new квадратные скобочки. А когда я на векторе выделяю память, я попадаю просто в оператор new. Но изначально, как вы правильно сказали, действительно, я и забыл, оператор new квадратные скобочки он просто в себе вызывает оператор new, и все. Но, как мы видим, это неправда. Просто мы перевыделим. Что неправда? А, по умолчанию? По умолчанию? Да, об этом я хотел поговорить, поэтому я этот вопрос и задал. Почему вектор вызывает просто оператор new, а не оператор new квадратной скобочки? Вектор вызывает new квадратную скобочку. Нет, но мы только что увидели, что нет. Там аллокатор какой-то смешной. Стандартный, в смысле смешной. Мы даже видели, как он выглядит, обычный аллокатор стандартный. Так, значит, первый мой вопрос, который я хочу обсудить, важный. Почему, когда мы на векторе выделяем память, у нас вызывается не new квадратные скобочки, на самом деле, а просто new? Почему нет? Зачем вообще нужны new квадратные скобочки, если ты массивный выделяешь? Вот. И здесь я хочу вернуться обратно опять к реализации вектора в очередной раз. Сейчас мы еще раз к ней вернемся. Точнее, даже не к реализации вектора, а к реализации аллокатора, потому что на самом-то деле мы уже теперь через аллокатор все делаем. Я вам хочу сказать, что вот здесь, зная, ну, с нашими новыми знаниями того, как работает оператор new, можно исправить вот эту дрянь. Вот это недоразумение. На самом деле, вот то, что здесь мы делаем, это, ну, это кринж. Не надо писать new, char, hound, бла-бла-бла. Нужно вызвать функцию оператора new. Вот смотрите, здесь вызывается оператор new. Оператор new, он вызывает сначала функцию оператора new, а потом делает конструкторы, если это был тип, требующий конструкторов. Нет, это же не совсем оператор new вызывает. Это же называется оператор new квадратной скобочки. Да, это вообще, тем более, это оператор new квадратной скобочки. Оператор new квадратной скобочки сначала вызывает функцию оператора new квадратной скобочки, а потом вызывает конструкторы данного типа в нужном количестве. В чем отличие от оператора new квадратной скобочки и оператора new? Просто формально это разные операторы. Нет, формально это разные операторы. Ну, у них разный синдексис. Но вот так заведено, что просто они... Они же идейно вообще одного там числа. А откуда мы new берем? Просто из сфоку внешнего или в онктрейдер есть? Просто когда мы делаем new квадратную скобочку, он же... Так, я запутался в вопросах. Давай ты сначала, чего? Когда мы вызываем new квадратную скобочку, он вызывает оператор new квадратную скобочку, когда передает количество... Да, вот смотрите, когда мы вызываем оператор new квадратной скобочки, на самом деле все равно первым делом вызывается вот эта функция, в которую n приходит, число байт, которое надо выделить общее. Нет, а там происходит разъящее число байт. Мы можем как-то... Число байт. Там же должно быть число байт. Происходит сложный... Да, там происходит сложный фейк, мы звоним по размеру, умножить на сайт. Размер умножить на сайзов, плюс еще кое-что, но подожди пока. Ну вот, мы видели, что когда мы выделили 100 интов, пришло 400 в оператор нью квадратной скобочки. То есть оператор... То есть все нормально, если честно. Мы же когда у нас не было квадратных скобочек, у нас равно 400 выделил. Где? Когда? Когда у нас не было оператора нью квадратной скобочки. Вызывает просто оператор нью с тем же n, и все. Они одинаково себя ведут, на самом деле. Оператор нью квадратной скобочки, значит, число вектор. Правильно, да, это следующий вопрос. Не всегда. Так, давайте... Все, сейчас будет ужасно. Давайте по шагам. Давайте сначала поймем, почему вектор вызывает оператор нью, а не оператор нью квадратной скобочки. Потому что... Ответ, которому можно объяснить все что угодно. Потому что вот здесь, в аллокаторе, на самом деле, не вот так надо написать. И там не так написано. А вопрос как? Откуда мы возьмем нью? Мы просто говорим оператор нью... От, каунт, умножить... Сайз оф тэр. Ретерн, наверное. Ретерн. Стоп. А почему все-таки не квадратные скобочки? Ну... Почему вот то, как мы написали это криш, а вот это... Ну, потому что тут нужен реинтерпрет каст. А тут нужен оператор нью. Вот. Ну, мне кажется, что функция оператора нью квадратной скобочки, это такой уродец, который на самом деле никогда не нужен, на самом деле. Но его никто не вызывает напрямую. Если вам нужно выделить сколько-то байт памяти, используя вот этот вот нью, вы просто говорите оператор нью и число, и все. И конструктор это еще не вызывает. Вот это вот... Я напрямую здесь вызываю функцию с названием оператор нью от числа байт. И эта функция, она отрабатывает как первая половина оператора нью, известного нам ранее. Обычный оператор нью, он вызывает сначала функцию оператора нью, а потом конструкторы, если надо было. Но я могу явно попросить сделать только первую часть. Вот до этого мы с вами научились делать только вторую часть. Это вот так написать нью от указателя т. Это просто вызови конструктор и память не выделяй. А вот так можно попросить сделать только первую часть. Только выдели память конструктор и не вызывай. Кажется, это дискомпилируется, потому что она вернет войд звездочка. Войд звездочка не явно же кастуется, как т звездочка. Нет, Роза? В плюсах? Вроде нет. По-моему, да. Ну... Давайте попробуем. Да, попробуем. Судя, почему так раз еще раз? Ну, возможно, мы не подставили Т сюда, поэтому он... Давай я для надежности проверю. Да, должен. Ну, кажется, кастуется. Вот я поставил. Аллокатор от int, и он станцировал, и не заругался. То есть кажется, что нормально. Нет, сейчас аллок. Че? Аллокатор. Так, итак, еще раз. Оператор news состоит из двух частей. Сначала функция с названием оператор news, которая ответственна за выделение памяти, потом вызов конструкторов. Первую часть можно переопределить. И делается это вот так, как я показал. Отдельно есть функция оператор new квадратной скобочки, оператор delete квадратной скобочки. Их тоже можно переопределить. Функция оператора new квадратной скобочки вызывается неявно, когда вы пишете new что-то с квадратными скобочками. После чего вызываются конструкторы. И этого никак не избежать. Вот. Обратно. Как работает оператор delete? Когда вы пишете delete что-то, сначала вызывается деструктор, а потом на этом указателе вызывается функция оператор delete. Когда вы пишете delete квадратной скобочки что-то, сначала вызываются деструкторы в нужном количестве, а потом по этому указателю вызывается функция оператора delete квадратной скобочки. Вот, да, проходит по каждому и вызывает Вот, ну да, все ОБ Вопрос, а как оператор делит квадратные скобочки Понимает, сколько деструкторов вызвать В нужном количестве, это в каком Ведь ему дали только поинтер Кто-то где-то что-то хранит Наверное, рядом Вот я сейчас вам продемонстрировал Выделение ста int of Давайте я вам продемонстрирую теперь Выделение ста стрингов, например Ну не ста, ладно, десяти Странно Ну, статик каст, значит, что поделать Ну, статик каст, ну уж точно можно Войт-звездочка кастовать к любому т Ну не реинтерпрет, кастом, по крайней мере Вот что главное Ну, не красиво С чем у него? Да Урод его Да, урод Типа души нет Да, странно, почему, кстати, тогда у меня Ну, ладно Он, конечно, не скомпилил Потому что был ворит на конструкторе Но он должен был инстанцировать Он как раз говорит, что он не вправился Вот сам верхний Вот эти нижние права Нет, у меня нету Нет дефолтного конструктора Ну, давайте забьем Это понятно, несущественно Вот, delete квадратной скобочки PS Да И давайте я еще заодно выведу Size of string Вот сейчас я увижу Что на самом деле В оператор ниу квадратной скобочки Пришло Чуть больше Побольше, да Чем Можно было бы ожидать А, да и в инстанцировке не надо хранить Потому что он пустой Вот Size of string это 32 А в оператор ниу квадратной скобочки Пришло 328 Когда интересно Почему же не 320? Ну, я попросил выделить 10 строк Он хранит еще Конечно, да На самом деле Вот как раз Когда мы выделяем Нестандарт Нетривиальные типы Типы, у которых Существуют деструкторы Оператору ниу квадратной скобочки Нужно где-то записать Сколько штук их было Чтобы Оператор делит Квадратные скобочки Когда вызывал деструкторы Знал, сколько деструкторов вызвать Именно для этого Нужно это число На самом деле Оператору делит Квадратные скобочки Нужно знать Сколько вызвать деструкторов Нисколько Байт было выделено Это как раз Ему не нужно знать На самом деле Ему нужно знать Сколько вызвать деструкторов Именно на уровне Оператора делит Решается Сколько будет вызвано Деструкторов На этом массиве Поэтому где-то должно быть написано Сколько их было И вот он хранит это как раз перед началом массива Вот это число Сколько их было Есть примерно верный вопрос Мы создали свой класс И у него нету Ну какой-то там Делит У него нет деструктора Вот такой класс у нас Что значит нет деструктора Он тривиальный Implicitly declared Ну в смысле он не объявлен Ну он автоматически изгенерирован Да вот мы хотим чтобы new не хранил Агрегат Ну Напиши свой new Я не знаю что Не вызывай new квадратные скобочки Кажется вот это решается логикой Которую мы не можем приопределить Да ну когда вы используете new квадратные скобочки Делит квадратные скобочки Вы тем самым Неизбежно получать под капотом за вас Вот в этот оператор Делит квадратные скобочки Приходят указатели уже сдвинутые на 8 Относительно начала вашего массива Потому что до того Как вы пришли в оператор Делит квадратные скобочки Были вызваны вот столько деструкторов Сколько там написано И это за вас все делается под капотом Вот я бы сказал да Вот но проще использовать просто new и делит напрямую Если вам нужно просто выделить память Не вызывая конструкторы Вот как здесь в локатре можно просто Вызывать оператор new Вот здесь можно вызывать оператор delete Мы говорим оператор delete От Чего? ПТР ПТР И это нам опять не нужно Никого не интерпреткаста Ну здесь мы вызываем все еще Placement new А здесь мы Вызываем деструктор Да Но все Вот здесь вот мы Уже нам не нужен Ринтерпреткаст Теперь То есть мы Вместо того чтобы Костыльно вызывать new Полноценно С ринтерпреткастом Просто вызываем Первую часть оператора new И вторую часть оператора delete Вот у меня тут заготовлен Один прекрасный пример Который мне кажется Пора вам показать Да Отлично Тут вверху написано Include new Ну ладно Давайте пока забьем Вот Давайте посмотрим Вот на этот пример Значит пример Я пожалуй даже Это скажу вслух Значит это пример От Михаила Сватеева Он значит год назад Задал вопрос в чат Почему так И вопрос этот мне Настолько понравился Что я решил его просто В лекции добавить По-моему это шедеврально Вот давайте поймем Почему вот это Окей А вот это не окей Давайте сначала поймем Что здесь происходит Вот у нас Ну у нас класс Example Который просто хранит себе Пойнтер Тут new in делает Деструктор делает Delete И вот мы говорим Example это Мы выделили массив чаров Размера example Скастили указатель на example Дальше по адресу Этого example Вызвали конструктор Потом вызвали Деструктор И потом вызвали Оператор квадратной скобочки Delete квадратной скобочки От него А мы не должны Выделывать А вот Ну вот я могу Это сейчас Скомпилировать 9.4 Non-zero set example Оно компилируется Запускается Но на самом деле Тут подвох Чуть более скрытый Нужно написать Minus f sanitize И оно все еще Запускается нормально Но Если я вот это Закомментирую А вот это Раз комментирую Казалось бы Что я сделал не так Я сказал New example Размера 1 Потом вручную Вызвал Деструктор Example Нулевого элемента А потом вызвал Delete квадратные скобочки От этого Адреса Теперь понятно Да Ну вот Что мы сделали Мы передали В оператор Delete Нездвинутый Example Потому что На самом деле Когда мы Выделили память Так New Записал Еще 8 байт Единицу Который Говорил ему Что там Вообще То есть Надо Выбирать Да И когда мы Вот когда мы Создавали Массив Example Как массив Char То в оператор Delete Мы его и передавали С квадратными скобочками И мы попадали Ровно на тот же адрес С которого он и начинался Но когда мы Стали создавать его Как массив Example А потом вручную Решили Деструктор А потом вручную Delete Квадратные скобочки Вместо того Что просто Delete Квадратные скобочки Написать Мы промахнулись Просчитались Но где Потому что Оказывается Оператор Delete Квадратные скобочки Delete Квадратные скобочки Да Он На самом деле Неявно за вас Вот этот сдвиг Делает На 8 байт Если Тип был Нетривиальный Ну то есть Такое у которого Деструктор Вызывать надо Есть разный способ Написать просто Delete Квадратные скобочки Example 17 строки Что нужно изменить Вот да Можно менять только 17 строчку Нет Тогда у нас 16 строчку Нет Ну я Я могу вот так Сделать Это у Б Нет Так я не могу Сделать Так нет Example Так тоже нельзя Минус 2 Так тоже нельзя Потому что Это не 8 байт Минус 2 Минус 2 Наверное сейчас Сработает Давайте проверим А нет Подожди Почему Минус 1 Потому что Там же Пойнтер А там 8 или 16 А какая разница Ну Уб Да Что поделать Ну вот теперь работает Ну хоть Хоть так Ну так конечно Нет Ну Это уб Ну просто Не надо так писать Надо Реинтерпрет Каски Ну или Не пользоваться Квадратными скобочками А пользоваться Просто New и Delete Потому что Когда вы делаете New и Delete Без квадратных скобочек Такой фигни Не происходит И в этом Мотивация Ну Может быть Например Да В этом Так Мне интересно Просто Вот чисто Обратная связь А кто Еще Вот Кто понял Этот пример Ага Ого Да ладно Серьезно Больше половины зала Мне просто Ну как бы Мне просто Кажалось Кто Если встретит Эту задачу На экзамене Сможет Объяснить Что Исправить В какой строке Чтоб все Заработало Ну я приятно удивлен Что больше половины зала Поднимает руки У меня было ощущение Последние полчаса Что мы общаемся С двумя людьми И все Все остальные Уже отчаялись А ведь Семестр Только начался Еще Смотрите У нас есть Вот Можем Ускать Пожалуйста На 8 бит На 1 байт Или На 8 байт Нет На 8 байт А На 8 байт Мы на 8 Вот здесь Мы из экзампла Вычли 1 Да Это правда Потому что экзампл Весит 8 байт Если бы экзампл 24 Мы проиграли Вот как Минус 0,33 Да Минус 0,33 Но Звать и хочется делать Ну Интерпрет Чарльз Звездочка Минус 0 Ну типа Да Как еще Только так Так не интересно Не смешно Давайте Закончим Сделать перерыв На этом Вот А то мы уже Полтора с лишним Часа просидели Перерыв Короче